здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина сегодняшнем видео я покажу вам джемпер который назвала ночной василек свое имя изделие получила от цвета пряжи василек ночи ночной василек называется это великолепная пряжа я не стала ничего мудрить и назвала так изделие пряжа вот я показываю вам то что имею ричо рико мульти color здесь что прям читает да вы прочтете вот значит состав этой пряжи меринос 50 процентов хлопок 45 процентов по 3 stretch 2 не смотрите на волну тут я ошиблась 320 метров 100 грамм пряжи для меня нова я с таким составами работала но еще содержание стречи эластан там как говорят немножко пугал но знаете желание поэкспериментировать попробовать что-то новое пересилила и я связала джемпер поэтому до сих пор жду от него сюрпризов как некоторые девочки пишут а полежит еще сюрприз преподнесет в плане значит схлопывания именно это схлопывание как бы напугав меня но не заставила нет конечно что за слоут какой подобрать ну в общем то пусть будет смотивировал смотивировал меня связать изделие больше по размеру что по длине что по ширине чем мне надо поэтому сейчас хлопывание мне не страшно кто-то скажет свяжите образец и и все будет понятно вязала есть отдельный ролик по пряже я обязательно оставлю образец может быть не такой большой как надо было вязать до схлопнулся сантиметр по ширине сантиметр по высоте что касается изделия мне кажется по ширине она ну и не знаю практически не схлопнулась по высоте после первой стирки где-то 6 сантиметров значит минус после 2 мне кажется где-то 5 в общем то я ждала что еще будет больше схлопываться одним словом пряжа новая познаю и сейчас буду рассказывать как вязала не как надо вязать как надо вязать я не знаю как вязала джемпер с учетом того как бы я сейчас повернула изделие такие вот ноточки нюансы проговорю вслух хотя кто знает через год я возможно буду думать иначе но мне почему-то кажется что изделие зафиксировалась забыл про важные моменты на резинку использовал из спицы 4 на основное полотно четыре с половиной ушло пятьсот пятьдесят грамм мы 546 если быть точно а я теперь точно я буду просили меня весы приобрести говорит в граммах держитесь для бобины пряжи я уже привыкла укладываться грамм в триста с чем-то да ну пусть 400 здесь вот опять же особенности пряжи я могла спокойно уложиться в полкило то есть 480 могла уложиться если бы не вот вязала огромную вещь по ширине по длине боясь схлопывания не люблю в обтяг не хочу в обтяг обтягивать просто не то что нечего не надо обтягивать то что есть вот так скажем модель круглая кокетка самое что и на есть простая круглая кокетка и так я набрала 160 петель сейчас бы набрала 150 не потому что мне 160 не нравится а потому что я сейчас просто вслух проговариваю как не в минус не в плюс а именно уменьшить тяжесть полотна всего изделия можно было оглядываясь назад вот некоторые нюансы скажу значит если даже петель поменьше набрать уже в общем и целом полотно было бы поменьше но я думаю летом я себя похвалю да и очень люблю открытой горловины просто тяжесть полотна как бы заставляет горловинку тянуться вниз и так связала резинкой я не знаю сколько рядов я скажу по сантиметрам 7 резиночка иногда прям очень хорошо видно иногда ее не видно как бы сливается смотря под каким углом зрения смотреть 7 сантиметров было 8 изначально горит он подсаживается но резиночку карты определяет какая ему надо такую вяжет дальше когда резинка связано я сделала прибавки через пять петель то есть вот по всему кругу я сделала прибавки ну расщеплением петельки у меня эти прибавки делались на этой пряже незаметно абсолютно ничего и дальше когда пошли сегменты обычно в круглой кокетке они заметны здесь это одно сплошное вот я переживаю что когда ролик вот эта рябь устанут глаза от нее вот видите здесь сплошное полотно и сегментов не видно но сегментами я называю как это вот правильнее сказать когда мы начинаем от меньшего количества петель и идем к большему до кто кусочки торта девчонки тоже упражняются названиях как могут эти сегменты я сейчас вот проложу палочками для коктейля поэтому кто как я хотел полотно где не видно нужно вот выбирать такую пряжу сейчас подобные пряже море морской с каким-то букляшками с какими-то так одной палочки не хватило да ну вы уже поняли не пойду я за палочками то есть вот этот вот сегмент и у меня все начиналось с пяти петелек а закончила я пятнадцатью сейчас закончила остановилась бы на 14 потому что я как-то люблю но сколько круглых кокеток и зал конечно ширина толщина пряжи разная толщина спиц разная но на 13 когда вот здесь то и от 4 иногда то от 5 смотря в общем то сколько петель на горловину я доходила до 13 вязала несколько рядов и уже отделяла рукава от основного полотна от корпуса здесь же ожидая схлопывания я аж до 15 в основании вот это вот одного сегмента до довела начала с 5 довела до 15 сейчас остановилась бы на 14 опять же только для того чтобы полотно не был таким тяжелым тяжеловатым я сказал как каким вот она является не в ущерб совершенно не в минус не в ущерб общему впечатлению изделия на мне потому что она все равно бы оставалось очень очень широким при бабочки я делала в каждом восьмом ряду вы пожалуйста рассчитайте ритм прибавок для себя каждый ряд прибавок давал мне 32 петельки 160 если разделить на 5 до получается 32 но сначала вывязала росток то есть прежде чем перейти на при бабочки в каждом восьмом ряду что я сделала и так после резинки через пять петель была прибавка петель стала 160 плюс 32 количество рядов петель пожалуйста меня не спрашивайте я вижу без от этих на не держу для меня это тяжелая информация это неправильно я все понимаю но вот вот так вот я вижу что поделать разделив полотно пополам и я сначала делала следующим образом после вот этого первого ряда прибавок взяла 3 петельки на спине вернулась назад здесь захватив тоже 3 петельки взяла 5 петелек на спине вернулась назад здесь захватив 3 петельки то же самое я проделала с другой стороны взяв 3 и 5 петелек и здесь 3 и 3 после этого спинушка углубления я оставила в покой хотя кто-то скажет надо было три или четыре раза пожалуйста я вот просто предчувствовала что даже при таком количестве петель да и при такой тяжести полотна мне будет достаточно открыто довольно-таки открытая спина если бы я здесь взяла 150 петель даже поменьше может у 40 не знаю я бы немножко по-другому рассчитала здесь же я продолжала вязать далее росток и брала по 4 петли два раза то же самое здесь а потом один раз 5 захватила так мой добрый зритель здесь я вынуждена вырезать кусок видео при монтаже потому что руки мои там что-то показывают говорят но звука нет я не поняла этого момента записалась одним кадром уже не на ту кнопку нажала ну значит что здесь нужно сказать мне звук выключился на том что вот пять петелек я забрала так провязывая продолжая вязать росток я еще захватил 6 петель ну соответственно с двух сторон и получается на плечах мы считать не будем здесь больше рядов если мы берем уже когда мы исключительно вот так через спинку пошли потому что здесь 35 а здесь 33 плечо росло я имею ввиду вот 4 петельки 4 петельки 5 и 6 если считать туда-сюда по два ряда то уже у нас есть 8 рядов а я сказал что в каждом восьмом делала прибавки первый раз исключение потому что после того как я захватила еще 6 петель я провязала полностью ряд лицевыми потому что вот эти петли не участвовали вывязывание ростка но здесь при бабочки то были самый первый раз через пять петель на шестую через пять петель на шестую через пять петель на шестую вот и надо хотя бы один ряд было здесь провязать прежде чем начать следующие прибавки они выпадают здесь через какое-то расстояние лицевой глади а здесь выпадают сразу прибавки плюс прибавить поэтому я один ряд здесь провязала поставок захватила вот это 4 4 5 6 вот и стала дальше прибавлять по моему это видео сейчас уже будет там через шесть петель через семь и так далее просто важный момент я же сказал что в каждом восьмом ряду прибавляла 7 рядов восьмой прибавка 7 рядов прибавка за исключением вот между первыми прибавками и вторыми здесь у нас уже я еще раз говорю плечо не беру вот из только это брать уже 8 рядов 9 вот такой прям он по кругу то есть получается здесь в десятом 2 1 прибавка сразу после резинки 2 прибавка в десятом ряду получается а потом все уже в каждом восьмом когда пришло время отсоединять рукава от корпуса я сместила центральные то есть можно если у вас не сильно выдающийся грудь то просто вот именно от половинка надо отталкиваться я же подарила переду три петельки с одной стороны три петельки с другой стороны у меня на передней части чуть больше получилось полотно широченное полотно можно было вообще об этом забыть ну я же какие-то новые пути если бы это было проигрыш на я бы об этом забыла вот мне нравится в этом плане мне все нравится но это важно когда вот свободу облегание минимально я говорю про себя не как надо как я делаю при широченном полотне это никто бы не заметил я просто говорю нюансы и получается что у меня на 6 петель к 3 и 3 на передней части побольше а дальше на рукав я три раза по 15 дела с одной стороны и с другой стороны поэтому рукав у меня как бы грубо говоря в три сегмента получился с одной стороны и соответственно с другой стороны если он кому-то широковат до корректируем как желаем сейчас вряд ли будет видно но я обрисую кроме того я еще сделала подрез 15 петель как вот шел сегмент сейчас бы я его сделала маленьким крохотным здесь вообще можно обойтись без него кто-то не любит треугольничка подреза вязать считает это вообще ну рудимент вязание да с этой стороны тоже не заметен вот пожалуйста пожалуйста я не против я же вижу сократила очень быстренько это количество петель и руках потом вязался по прямой без убавок тоже с резиночкой если он точно больше и будет подскакивать мне бы чуть чуть поменьше надо да но этот рукав отлично смотрится и с подгибом поэтому я пока первый год и все же дети сюрпризов то не жду буду носить с подгибом смотрится очень очень красиво само тело он такой широкой что даже не помещается в экран я тоже вязала по прямой я люблю иногда как окна там да немножечко ножичка заузить еще что-то ничего резинка по количеству рядов меньше чем горловина у меня нет такой чтобы вот сколько резинки на рука вес только ничего подобного у меня сколько хочу столько и врачу единственное на спинке на спинке ближе к резиночке я связала укороченный ряд до не доходя до левое право кто-то сейчас скажет не надо это неправильно я согласна я соглашаюсь со всеми кто вот прям сейчас это неправильно про я вообще вижу неправильно вот но подскакивание спины последнее время мне очень не нравится я знаю что это широченная модель да не свежие это все там и видно не будет я тем более буду куда-то подворачивать еще что-то ну вот я вам говорю что делала подскакивание спины нет все сидит замечательно общая длина джемпера по итогу 68 69 сантиметров но еще раз грыб под тяжестью она доходит до 70 до 71 мне можно было поменьше вот это все горы пугалки что сядет джемпер ширина джемпера восемьдесят четыре сантиметра мне стремление к 80 вот я сейчас вижу где-то 78 да мне так вот нравится когда-то еще 70 влезала сейчас чтобы себя хорошо чувствовать я вижу 80 и такая широченная прям хожу в этих распашонках ширина практически не подсела именно поэтому я говорю дошла бы я до сегмента не 15 14 или делала меньше вообще не делала подрез потому что вот столичка взять и представляете по всей площади вот этот отрезок убрать сколько грамм уже да и соответственно с другой стороны взять и вот этот участок убрать но я еще раз говорю кто знает кто знает получилось чуть длиннее чем мне надо и чуть шире чем мне надо я сейчас спокойно бы сантиметров пять отдала распускать перевязывать я ничего не буду пусть будет эксперимент тем более так я тоже носить с огромным удовольствием могу если кто-то спросит так вот воображаемой линии реглана да у меня 41 сантиметр 40 то есть этот это всегда я так очень люблю это нормальная моя так сказать длина сократила бы по одной петельки на сегмент или подрез длину поменьше но правда если полежит и да не будет он больше вот он сжался и мне кажется остановился но утверждать не могу очень разные прям противоречивые комментарии отлично одна женщина писала да это не только сколько эластана но еще с чем он с какими соседушками соседствует в бобиночке все это правильно не могу не сказать какая красивая изнаночная гладь зацените любители изнаночной глади она правда схлопну сейчас так вот немножко потяну ну просто прелесть изнаночная гладь потрясающе красиво потрясающе красиво кто боится как вот на хлопке все эти прибавки туда пошли вернулись развороты все это видно здесь вот лицевая так как бы надо сейчас сложить чтобы рядышком лицевая изнаночная здесь ничего не видно вот девчата изнаночная лицевая я уже не так показать потому что цвет конечно зимой свет точнее сейчас вот более-менее он на себя похож расцветка я вроде глаз хочу показать а получается расцветки показываю так вот поднимаю истинный цвет можно увидеть но это на моем носителе изнаночная гладь лицевая гладь телефон чумеет нравится чтобы я порекомендовала вязать из этой пряжи конечно кто на что да и шапочки будут хорошие все такое прочее но мне кажется для свитерочков водолазок такие которые в обтяг здесь не особо нужно заботиться о ширине потому что ну нет такой усадки а вот да по длине связать рассчитать побольше длина и на рукавах и на изделие усядет пряжа интереснейшая ни разу не пожалела что с ней познакомилась свитерочки джемперочки это прелесть а если с чем-то соединить потому что вот по своей сути такая плотненькая вещь получается если еще чуть-чуть потолще нитку сама по себе толстая для того же вот джемпер так далее пальто это прям ой вообще прелесть ну конечно каждый вяжет что желает и вот если последнее время только думала когда вижу не будет маловато она был побольше ряда все этот джемпер надо было поменьше надо было тут поменьше на был тут поменьше но знаете кто не рискует да тут не пьет шампанского и действительно этот джемпер пока нет такие только мысли рождает поменьше там поменьше тут но мне в нем очень уютно очень уютно хорошо а дальше посмотрим если будут изменения в одном из вязальных роликов обязательно скажу мне стали подождать годик ждем с ну а мне осталось только поблагодарить всех за внимание и пожелать всем нам удачнейших минут за любимым рукоделием до новых встреч мой добрый зритель они обязательно будут